МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в прямом эфире, потому что это ваше право. Идите знать, чем живет великий город. Наш долг тать вам. В студии Юрий Зинчук. Здравствуйте. Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век. Санкт-Петербург сегодня. Что это за город? Как в нем жить? События, их последствия, явления, их причины, люди, их слова и поступки. И эта неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе МОТОР! Куда они летят и кого они убьют в следующий раз? В Петербурге задержан водитель, который едва не спровоцировал смертельную аварию в центре города. Кто он и почему не называют его полное имя? Быть отцом – это право или долг? Быть отцом здорово, потому что в детях я вижу продолжение себя. Что такое быть отцом в современном обществе? И почему сейчас все больше появляется пап, который уходит в декретный отпуск? Листья жгут, листья жгут, как прощальный салют. В сентябре листья жгут, листья жгут. Зачем и как надо убирать город от осенней листвы? И почему каждый год осенний Петербург всегда разный? Перепады температуры, они провоцируют как раз-таки образование новых веществ и, соответственно, вот такую раскраску. Поехали за вдохновением! Где Петербургсу найти место для отдыха и вдохновения? И где эта русская Швейцария в часе езды от города? Будущие нобелевские лауреаты на берегах Невы. Чем они занимаются сейчас? Когда изобретут телефон, который заряжается от тепла ладони или найдут эффективное лекарство против рака? Будущее электроники мировой именно за технологиями применения наноструктуры. Но начинаем мы с очередной трагической истории, связанной с гибелью людей на дороге, и которую сейчас очень активно все обсуждают. Напомним, на трассе Адлер, Красная Поляна, Мерседес С500, выехав на встречную полосу, врезался в Вольксваген. Пассажир, женщина, которая находилась в Вольксвагене, погибла в результате столкновения. Пассажиры Мерседеса серьезно не пострадали. Среди них была и известная журналистка Ксения Собчак. И этот факт сразу придал событию очень широкий общественный резонанс. Идет следствие, поэтому никаких выводов делать мы не будем. Но уже сейчас стало известно, что водитель Мерседеса, Олег Цой, признал свою вину. Он заявил, что выехал через сплошную линию, это видно по кадрам видеозаписи, чтобы обогнать медленный автобус. И выехал на встречную полосу. Лоб в лоб врезался в машину, которая ехала по своей полосе им на встрече. И этот случай страшное и кровавое очередное доказательство истины о том, что дорога не прощает ошибок. Но в то же время это и лишнее подтверждение мысли о том, что дорога это зеркало жизни. Как мы ведем себя на дороге? Как позволяем себе вести на дороге? Как относимся друг к другу на дороге? Точно так же эта модель поведения отражается и в нашей жизни. И в качестве еще одного такого доказательства можно привести случай уже в Петербурге, который произошел в ночь со вторника на среду. По необычайно счастливому стечению обстоятельств никто не погиб после этого. Но этот случай, как грозные напоминания, надо остановить тех, кто на дороге пренебрегает законами и правилами. Мы должны остановить их, иначе они остановят нас. Лобовым ударом по встречке. Вот эти кадры. Сердце Петербурга. Дворцовая набережная. Лебяжий мост. 200 метров от летнего сада. Скорость 170 км в час. По картинке видно, как машину заносят через двойную сплошную, и водитель вылетает, как снаряд для убийства на встречку. Великое счастье, что никого в этот момент на полосе не было. Из-за изгиба моста водитель не мог видеть, куда его выбросит после прыжка. На языке профессионалов такой рельеф дороги называется слепой участок. Но этот водитель продолжал нажимать педаль газа, то есть продолжал играть в рулетку со смертью. Не со своей смертью, а тех, кто мог ехать в этот момент ему навстречу. Имя его Сергей. 26 лет. Житель Красноярска. Фамилию никто из официальных лиц не называет. Что очень странно. Может быть, это очень широко известная фамилия. Публичная фамилия. Фамилия того, чье имя в данном контексте лучше не называть. Почему не называют? Или, например, как объяснить тот факт, что выходка на Дворцовой набережной в Петербурге у него не единственная? Вот кадры из Красноярска. Это тот же Сергей Нашкоди. Нашкодивший Сергей. Обратите внимание на спидометр. 200 километров в час. И он издевается над сотрудниками ГИБДД. Не просто уворачивается в погоне, но еще и успевает все это снимать на телефон. И более того, потом не боится и не стесняется выкладывать это видео в сеть. Я сейчас вернусь, что я остановлюсь. Даже после задержания он продолжает уверенно себя вести. Как будто знает, наказание будет минимальным. Какие действия вы совершали? Просто там по встречке, где он красный. А теперь внимание. У этого Сергея Нашкоди в истории вождения две разбитые машины. 50 неоплаченных штрафов. Езда без прав и номерных знаков. Он даже совершил одно из самых страшных преступлений для водителей. Покинул место происшествия после ДТП. И потом этим он тоже восхищенно делился в соцсетях. Как уместно цитата. С таким счастьем и на свободе. Почему в Красноярске для этого Сергея Нашкоди всегда был такой особый режим безнаказанности? Пресс-релизов от красноярского ГОУДЭ мы по этому поводу, естественно, не получим. И только в Петербурге этого потенциального убийцу на дороге притормозили. Долго он ехал из Красноярска? Приехал. Стоп. В Петербурге остановка. Для справки. Такое же долгое время безнаказанно нарушающий правила звездный водитель. Блогер с известной фамилией Эдвард Билл. Недавно услышал приговор суда. И ведь он также еще несколько месяцев назад летел по Петербургу со скоростью 180 км в час. Вот запись его езды по Московскому проспекту. Он так ездил до тех пор, пока не стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве. Одна из пострадавших на всю жизнь теперь останется в инвалидной коляске. Приговор суда – лишение водительских прав на три года. Через три года права этому Эдварду Биллу вернут. И тому же Сергею на Шкоде. Если он такое же мягкое наказание получит, тоже потом права вернут. И они поедут дальше. И тогда мы не должны спрашивать, кто в следующий раз будет на встречке по Дворцовой набережной из нас. Это будем мы. Это может быть каждый из нас. Раскройте рты, сорвите угоры. По улице чешут мальчики-пажоры. Раскройте рты, сорвите угоры. На плавенных волгарх мальчики-пажоры. И вот я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. Мы должны их остановить. Иначе они остановят нас лобовым ударом на встречной полосе. И огромное спасибо тем, кто независимо ни от каких известных фамилий, покровителей, выполняет строго по закону свой долг. Долг пресекать действия подобного рода подонков. Таких, как этот Сергей на Шкоде. Оперативники ГУД по Петербургу и Ленинградской области очень быстро отследили маршрут этого автомобиля. Определили адрес нарушителя. Нашли спрятанную машину в гараже на улице Дебенко. И все. Посты этот персонаж про свои выходки на дороге теперь какое-то время в интернете публиковать не будет. Это вам не Красноярск. Здесь, в Петербурге, к таким поступкам относятся по-другому. 13 октября сотрудники полиции задержали его по месту жительства. А чуть позже в гараже изъяли и автомобиль Шкода. Как выяснилось, автомобиль снят с учета, а по территории России передвигается с так называемыми архивными номерами. После допроса подозреванный был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. И только так надо останавливать этих подонков, пока они не убили нас на дороге. Нарушитель задержан, будет суд. Мы будем следить за ходом расследования. А пока этому товарищу, приехавшему из Красноярска, сказали стоп, дальше проезда нет. В Петербурге остановка. Ну а теперь переходим к более мирным и спокойным темам. И одна из главных – это приближение первого снега. Все. Осень прошла через свой Рубикон, и мы начинаем катиться к зиме. Теплая погода уходит из Петербурга. Столбик термометра будет медленно, но неуклонно опускаться с пятницы, 15 октября. Солнце заменят дожди, выходные уже будут с небольшими осадками. На следующей неделе в ночные часы температура упадет до плюс двух, плюс трех градусов. И самое важное. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что первый снег мы увидим уже на следующей неделе. Первый снег на следующей неделе. Ориентировочно 21-22 октября. А на этой неделе был один из важнейших православных праздников – День Покрова Пресвятой Богородицы. И есть одна такая примета старинная. Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят, зима будет легкой и снежной. Если останутся, придут сильные морозы. Даже поговорка такая есть – «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка зима». И вот если верить этим приметам, то зима предстоящая будет очень холодной, морозной. Листьев на деревьях еще очень много. А что это означает в биологическом плане? Почему цвет листьев каждый год всегда разный? Надо ли их убирать? А может и сжигать? Помните, песня была Михаила Байровского «Листья жгут, листья жгут, как последний салют». Но сейчас-то уже не сжигают. А почему? Осенние листья петербургских парков и аллей – безграничное поприще для изучения, вдохновения и понимания этого феномена. Александр Лисицын с удовольствием поделился с вами своими наблюдениями на эту тему. Все-таки ленинградская осень и петербургская осень – это два разных явления. Хотя вроде эпоха сменилась совсем недавно и город один и тот же. Ну, например, все мы знаем, что верный признак надвигающейся зимы – это уборка осенней листвы. Сейчас по действующему регламенту ее просто сгребают в кучи и отвозят на полигон. А в советское время на субботниках сжигали прямо на месте в городских парках, садах и скверах. Казалось бы, такая непримечательная деталь городского хозяйства. Но даже про нее можно сказать в стихах и положить на музыку. Уборка осенней листвы – это ежегодная, непростая работа для коммунальных служб города. Например, по данным Комитета по благоустройству, в минувшем сентябре всего за одну неделю интенсивного листопада с территории Петербурга было вывезено 2000 тонн опавших листьев. Для этого ежедневно трудились больше 900 дворников и было задействовано 450 уборочных машин. При этом многие горожане просят не трогать красный-желтый ковер на городских газонах. Мол, зачем убирать такую красоту? Но, как это часто бывает, кроме эстетики, нужно думать и о практической стороне вопроса. Скопленный лист большим слоем, перезимовав, он весь будет слеживаться. Под ним начнется выпривание, что будет препятствовать нормальному произрастанию газона. И газоны будут не какие-то там партерные, ровные, а газоны будут в неудовлетворительном состоянии. Парк Ботанического сада Петра Великого. Вот куда нужно идти за всеми красками осенней палитры. Всего здесь высажено более 1200 растений. Весной каждая по-своему распускается, а осенью опадает. Главные источники энергии для деревьев, как известно, вода и солнечный свет. Когда становится холоднее, когда почва замерзает, когда темнеть начинает раньше, все растения замедляют производство одного из своих пигментов – зеленого хлорофила. И этот яркий летний цвет уступает место всей цветовой палитре осени. Это и желтый, и оранжевый, и красный, и даже темно-бордовый. У туи, у нее опадают целые ветки. То есть внутренняя часть кроны, она тоже сыпется. Просто есть такое понятие не только листопад или хвоепад, но еще и ветка опад. Поэтому у некоторых представителей семейства кипарисовых, или таксодиевых, у них иногда происходит такое опадение целыми старыми веточками прошлого и позапрошлого года. Ну и береза. А мне кажется, что вы любите березу. Березу, конечно, люблю. В данном случае это не такой чистый вид, к которому мы привыкли. Там береза повисла или пушистая, произрастающая в наших краях. А береза далекарлийская, у нее листики, как у клёна, еще и вытянутые. Как будто и ножницами порезали. С обывательской точки зрения, желтый цвет, это что такое? Новая пигментация. То есть хлорофилл разрушился, осталось то, что там тоже было в течение всего лета, но сейчас преобладает. То есть я правильно понимаю, что желтый цвет, он и летом присутствует? Просто он перекрывается зеленым? Да, конечно. Ученые давно изучают то, как листья меняют свою окраску. Пигмент хлорофилл, дающий растениям зеленый цвет, поглощает все остальные оттенки, излучаемые солнцем. Оранжевые и желтые пигменты называются каротиноиды и зависят от разных факторов. От породы деревьев до освещения, естественного или искусственного. Но самые неизученные пигменты – антоцианиды, дающие красный цвет. У нас золотая осень, вот как сейчас была идеальная история, да, днем там плюс 14, плюс 16, иногда даже выше достигали, а ночью плюс 2-3, иногда даже в замброски уходят. Вот эти вот перепады температуры, они провоцируют как раз-таки образование новых веществ и, соответственно, вот такую раскраску. То есть дают красный цвет. Дают красный цвет. Сегодня насладиться всеми красками осени и поделиться этим настроением с близкими может каждый, у кого есть смартфон и страничка в социальных сетях. До появления фото, видео и интернета функции того же Инстаграма, по сути, выполняли выставки картин в музеях. Картина художника Федора Васильева «Болото в лесу». Выбор пейзажа понятен. Автор родился в Гачине, но работа над полотном шла не там и даже не в Петербурге, а в Крыму, в солнечной Ялте, где Васильев лечился от туберкулеза. И ведь не было у него перед глазами этой натуры, всех этих красок осени, а был только карандашный этюд и очень цепкая память. Это сейчас в нашем распоряжении есть фотошоп, цветокоррекция и нейросети. В 19 веке все эти технические достижения заменяли палитру с красками, техникой рисунка и мастерство художника. Исаак Левитан для одной из своих картин использовал пастель, проще говоря, мелки, с ее разнообразием цветовых пигментов, чтобы передать ту самую, порой совершенно неуловимую атмосферу поздней осени. Один из таких основных цветов, который используют художники, когда пишут осенний пейзаж, называется кадмий желтый. Есть кадмий желтый средний, есть кадмий лимонный. Есть такая краска охра, да, и вот то, что мы с вами видим, вот эти, видите, какие-то коричневые, да, это охра. Есть такая краска, и, соответственно, она существует и в пастели, называется краплак красный темный. А если мы добавим с вами красноватых оттенков, вот видите, они здесь даже видны, то мы получим вот тот самый бурый цвет. Или, допустим, когда у нас осина осенью, она красные листья получает, клёны есть красные, да. Вот, собственно говоря, художники используют эти цвета. Конечно, с научной точки зрения осень с ее цветовой палитрой, сложной пигментацией и реакцией на климат – еще одна фундаментальная загадка для ученых. Но с обывательской точки зрения все проще. Нам достаточно знать, что в Петербурге осень всегда разная, ведь и у людей тоже не бывает двух одинаковых судеб. Александр Лисицын. Пульс города. Полетели дальше официальная хроника. На этой неделе Петербург стал главной международной площадкой для дискуссии о правах и роли женщин в современном мире. В Таврическом дворце прошел Третий Евразийский женский форум. Основная тема – миссия женщин в новой реальности. Реальности, которая обусловлена и вопросами глобализации, и изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Но главный вопрос на этом форуме всегда остается неизменным. Как в нашем сложном и динамичном мире предоставить женщине больше возможностей? Не только в плане заботы о семье, детях, но и для самореализации в обществе. В плане бизнеса, творчества, карьеры. Как эти вопросы решаются у нас в стране, рассказал мужчина. Президент Владимир Путин. В современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором. Либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру. Состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе. Мама это очень важно. Быть может самое важное. Но нельзя и про отцов-то забывать. Я сам, как отец, вам говорю. И в этом вопросе у нас в стране тоже делается немало. Вот, например, Владимир Путин подписал указ об установлении в Российской Федерации Дня Отца. Отмечать этот день мы будем теперь каждое третье воскресенье октября. То есть в этом году это будет 17 октября. В документе говорится о том, что праздник введен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства воспитания детей. Очень важная и интересная тема. А что такое быть отцом? Это право или это долг? Что значит быть отцом в современном обществе? И почему сейчас все больше появляется пап, которые уходят в декретный отпуск? Право такое им теперь дано законом. Об этом нам расскажет Иван Уваров. Расскажет и как журналист, и как отец. Если бы я был отцом-блогером, то каждое мое утро выглядело бы примерно вот так. Всем привет! Мы с Варюшей после завтрака, как обычно, читаем нашу любимую книгу. Но я не отец-блогер, а отец-журналист. Поэтому немного статистики. Более 50% мужских блогов в интернете посвящены семье и детям. Поэтому быть отцом в 21 веке – это модно. Когда у тебя пятеро детей и несколько десятков тысяч подписчиков, жизнь подчиняется строгому расписанию. Пять минут на уборку после обеда и 40 минут на сборы на прогулку. Виталий – тот редкий случай, когда мужчина может пожертвовать карьерой ради семьи. Отец в декрете. Жена такой жест супруга оценила, а вот коллеги не поняли. Для них вот это как бы, ну, две вещи несовместимые. Ну, а что они вам говорили? Или они ничего не говорили? Нет, они не сказали, но я промолчу. У него даже на интервью времени нет. Выбьешься из распорядка дня – значит, не успеешь отдохнуть. И тогда вернешься в жизнь до декрета, которую Виталий вспоминает как страшный сон. Буквально. Не высыпался. Даже вот если ехать в магазин на машине, либо на трамвае, я выбирал на трамвае. Потому что пока ты едешь, ты спишь одну остановку до магазина, одна остановка. Я спал. Зачастую я просыпал. Да, в 21 веке быть вот таким папой, папой в декрете, не просто не стыдно, а даже престижно. Тренды современного общества. Дрожащими то ли от волнения, то ли от обиды руками он перелистывает немногочисленные снимки. Это все, что у него есть. Десяток фотографий и воспоминания о любимой дочке. Это одна из наших последних встреч, когда я еще пытался сохранить брак. Это январь, наверное, 18-го года. Вот последняя фотография, где мы вместе. В этой стопке бумаг сотни обращений и писем в различные инстанции. Два года Кирилл пытается хоть как-то добиться справедливости. И призвать бывшую супругу исполнять судебное решение. Последний раз там просто была драка. Я подошел к ребенку, моя теща стала просто так от ребенка отпихивать, просто отпихивать. В результате я отошел в сторону, но улетел снег. Жена полезла на меня драться, начала меня бить при ребенке. Дочка там стала рыдать, конечно. Я попытался ее успокаивать и опять получил по лицу. Но я же не могу женщину ударить. От отчаяния он вступил в сообщество «Отцы России», где каждая история похожа друг на друга. Таких, как Кирилл, которые бьются за общение со своими детьми, в России тысячи. И, возможно, именно это сообщество поможет кому-то из них вернуть свое право на общение с ребенком. А ребенок встретится со своим отцом. Это Федор, многодетный отец. Или усатый нянь. Он сам себя так называет. Земля! Земля, 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 земля! Это детский сад, где воспитатели исключительно папы. Здесь растят настоящих мужчин с помощью настоящих игр. Игр из прошлого. Вот они сейчас куда побежали? Это что за игра? А я не знаю. Дело в том, что, видите, у нас, чем еще мы отличаемся, что у нас нет такой программы, где нужно раз, два, три. То есть у нас есть просто жизнь, которая создается здесь сейчас, вместе с этими детьми. То есть увидели гору, есть желание туда подняться, давайте. И полезли в гору, да? Соответственно, получается, попутно можно решить, как правильно забираться, как спускаться безопасно, что делать можно на горе, что делать не нужно на горе. Это в 19 веке отцы ходили на службу, решали политические вопросы и даже вершили революции. Тут уж точно было не до детей. На то имелись няни, гувернантки и учителя. Даже самые образцовые отцы в русской литературе могли и не знать, а сколько лет их чаду. Вдруг он обратился к матушке. Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруша? Да вот пошел 17-й годок, отвечала матушка. В 21 веке отец не просто глава семьи. Отец главный воспитатель. Тот, кто может не просто рассказать, а показать ребенку, а как жить в этом мире. Так говорит Владислав. Отец. Отец с большой буквы. Приметила немножко. Раз и готово. Они все делают вместе. Вместе рубят дрова на даче, катаются на велосипедах и каждый вечер беседуют на берегу реки о чем-то важном и сокровенном. Когда все это случилось, мы остались одни. Мы, наоборот, еще ближе даже стали. Благодаря ей я стал добрее, мне кажется, как-то человечнее. Потому что вот в тот период, когда я остался один, я прямо был такой колючий. Мне прямо вообще не подходи ко мне. А вот благодаря ей я стал как бы больше замещать какие-то мелочи, которые я не замечал, в том числе и в ней. Баженов, своей восемь, кажется, знает про эту жизнь больше, чем ее сверстники. Она вообще образована и мудра не по годам. Опора и главный человек в жизни. Они гордо говорят о себе. Мы семья. И этим все сказ. Такое знакомое и такое важное для каждого отца событие – выписка из родильного дома. Они такие разные, скромные и нервно переминающиеся с ноги на ногу. Это те, кто приехал за первенцем. Страховал день. А чего боитесь? Не знаю, всего. Веселые, уверенные и расслабленные. Те, кто может гордо заявить – теперь я многодетный. Давайте сюда. Ну, конечно. А как же мне потом? Ну, мягко. Счастья вам. Пожалуй, отцовство начинается вот так, с выписки из роддома. И каждого из них впереди ждут бессонные ночи, первые шаги и первые слова. В общем, настоящая жизнь, которая уже точно никогда не будет прежней. И для каждого из них спустя время точно будет сформулирован ответ на один из самых главных вопросов в жизни мужчины. А каково это – быть отцом? Быть отцом здорово, потому что в детях я вижу продолжение себя. В моем случае – быть сильным. Это классно, папа. Папа – это все. Это удовольствие. Иван Уваров и Варвара Уварова. Пульс? Пульс, Коля, да. Продолжаем выпуск. Одна из главных тем, которая сохраняет свою актуальность не только в Петербурге, но и по всей стране – это вакцинация. Недостаточно быстрыми темпами по сравнению с другими странами она идет в России. В Китае, в Миллиардной Индии, в Израиле. Везде гораздо масштабнее она проходит. И на этой неделе главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. С 15 октября ввести первую дозу препарата или привиться однокомпонентной вакциной от коронавируса должны не менее 80% сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, торговли, салонов красоты, гостиниц, служб доставки, клиентских подразделений банков, многофункциональных центров, библиотек и музеев. Речь идет как о государственных, так и о частных организациях. Согласно постановлению, полный цикл вакцинации должен быть завершен до 15 декабря. Вот такое вот постановление строгое. И губернатор Петербург в очередной раз тоже напомнил о необходимости вакцинации. Другого пути у нас в борьбе с этой, в кавычках, чумой 21 века нет. К сожалению, эпидемия COVID-19 продолжается. Мы достигли рубежа в 1 миллион 600 тысяч полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Необходимо вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты, соблюдать установленные ограничения. Безусловно, люди от них устали. Но ничего другого человечество пока не придумало. Лекарства от этого вируса сегодня нет. Ну а теперь давайте продолжим тему осени. И главный вопрос, который волнует многих творческих людей в Петербурге, а так как все петербуржцы люди творческие, можно сказать, которые волнуют всех нас, а где в это время, когда короче становится день, меньше светит солнце, все холоднее и холоднее с каждым днем в календаре, где и как в это время получить заряд энергии, вдохновения, радости, свободы? Где? Таких мест, куда можно отправиться петербуржцу за вдохновение много. Но давайте выберем хотя бы одно. Вот, например, наша русская Швейцария, бывшая дачная столица России. Сюда за вдохновением ездили, ехали поэты, писатели, художники, актеры. Здесь отдыхали Плещеев, Салтыков-Щедрин, Крамской, Шишкин, Репин, Бенуа, Чехов, Чуковский, Блок, Шаляпин, Ахматова, Маяковский. Всех не перечислишь. Не надо всех этих великих творцов, которые здесь искали и находили тишину и уют, перечислять. Давайте лучше присоединимся к ним и отправимся. Отправимся в Сиверскую. Всего лишь чуть более часа езды от шумного города. И ты уже чуть лучше начинаешь понимать смысл пушкинских строк. На свете счастья нет, но есть покой и воля. И есть точка на карте. Называется она Сиверская. Туда и отправимся вместе с Натальей Бондуриной. Есть в городе места, где гарантированно встреча с прекрасным. В театр идут наполнять себя новыми эмоциями. Одни отдают, другие принимают, но уже здесь аплодисменты, поклоны, слезы и радость. Интересно, а где рождается это чудо-искусство? Исаак Шварц написал музыку к 35 спектаклям БДТ и 125 фильмам. Но вдохновение свое он искал в тихом пригороде, поселке Сиверская. Почему именно там? Для этого нужно туда отправиться. Сиверская, Гачинский район. Поехали. Через 200 метров на светофоре поверните налево. Кушкин останавливался здесь 13 раз. Композитор Исаак Шварц уж точно не меньше. Первый в России музей литературному герою, станционному смотрителю. Фильму с обнименным названием композитор Исаак Шварц написал музыку. Все, кстати, по дороге в Сиверскую. Надежды легкий сон Не повредит здоровью Мы бредим с юных пор Любовь, любви, любовью Всего три маленькие комнаты и неоценимое культурное наследие. Музыка, которая стала частью нашей жизни. Песни, которые мы поем с детства, они все родом отсюда. Как раз Миронов решил судьбу песни «Женюсь». Режиссер этого фильма, он сказал, нет, эта песня не годится, она очень грустная для человека, который женится. Когда приехал Андрей Миронов, Исаак Шварц еще ему проиграл, он его расцеловал и сказал, Исаак, ты гений. Эта песня будет всегда в моем репертуаре. Да, сюда в деревню на электричках и перекладных в разное время приезжали Баталов и Акуджава, Миронов и Курасава. К своему другу и величайшему композитору, как его называли, сиверскому отшельнику Шварцу. А местные имели уникальную возможность познакомиться с его не менее знаменитыми гостями. То есть можно было так запросто подойти и Курасаву что-то спросить у него. А не хотите огурчика из серии, из парничка? Вот только что принес. Останавливались в доме всей съемочной группы, как это было во время работы над фильмом «Живой труп». Так красоты русской Швейцарии, как называют сиверскую, остались в кино. Эти места действительно обладают какой-то особой атмосферой. Обрывы красного песка и черное зеркало реки Оридиш и заливные луга. Самый знаменитый из них – Лялин. Правда, почему так назван, никто ответить не может. Лялин лук, почему? Мы, кстати, хотели почитать, там висит табличка, а почему не написано. Может, вы нам скажете, почему Лялин лук называется Лялин? Ой, не знаю. Может, вы знаете, почему Лялин лук? Почему он так называется? Честно? Не знаю. Даже в музее, который посвящен дачному быту, не знают ответа на этот вопрос. Зато здесь сохранились уникальные вещи первых в России дачников. И как ни странно, и это кресло начала 19 века, и этот резной комод мареного дуба дошли до наших дней только благодаря тому, что кто-то когда-то их украл. Иными словами, национализировал во время революции. Подлинная вещь из Белогорского замка. Это буфет, который когда-то украшал его интерьеры, ну а сегодня вот украшает наш музей. Ну а вот столешница из натурального мрамора удораживала такую мебель в 7, а иногда и в 10 раз, по сравнению с обычной мебелью. И, пожалуй, это все, что осталось от самой красивой усадьбы в округе. Но еще фотографии ее владельцев, семи купцов Елисеевых-Фоминых. Старший Елисеев построил то ли средневековый замок, то ли старинный русский терем с шатровыми крышами. После революции здесь были и сельхозстанции, и приют для беспризорников, и даже немецкий штаб во время войны. Отступая, немцы разрушили памятник в стиле модерн. А сегодня его убивает равнодушие чиновников и нынешних владельцев. Все попытки вернуть эту жемчужину Белогорки на государственный баланс не закончились успехом. А поэтому любой желающий может купить эту красоту. Объявление о продаже в открытом доступе. Руина былой роскоши, а рядом то ли памятник, то ли оружие, с которым боролись против этой самой роскоши. Поселок Сиверский очень разный. Тут же трансформер Жека, выполненный руками слесаря. Небольшой поселок Ленинградской области, в котором сосредоточена вся история страны, по сути. Прошлое и настоящее буквально через дорогу. Неизменно музыка и музыканты, поэты и художники, родом из Сиверской, нашей русской Швейцарии. Музыка Наталья Бандурина. Пульс города. Ну и теперь давайте поговорим о науке. Тем более повод есть самый актуальный. Закончилась Нобелевская неделя. Раздали, что называется, всем сестрам по серьгам. В медицине премию получили ученые, которые раскрыли механизм терморецепторов на коже. И теперь это изобретение может в будущем облегчить страдания людей, которые мучают боль от ожогов. В области физики премию дали группе ученых, которые доказали, что модели мира во многом схожи от атома до планет. Есть вселенные, есть молекулы. И их объединяет один и тот же принцип, что называется мироустройство. В области химии за открытие, связанное с химическими катализаторами, теперь изобретен способ, ускоряющий многие химические процессы. Это значит, что производство многих дорогостоящих лекарств станет гораздо дешевле и быстрее. Вот если я был бы членом шведской академии наук, я бы дал свой голос за открытие, которое было сделано Эдвардом Морганом из Массачусетского технологического института. Он смог перевести данные о звездной системе GRS-1915-105 в созвездии Орла. Это одна из самых больших известных черных дыр в нашем Млечном пути. Она тяжелее Солнца 18 раз, находится на расстоянии 36 тысяч световых лет от Земли. И ученый смог преобразовать эти данные в звуковой ряд, что позволило нам теперь услышать, как звучит черная дыра. Вот как она звучит. Послушайте, это звук бесконечности и абсолютной пустоты. Аж мурашки бегут от страха по коже от таких звуков. И это, напомню, не звуковые спецэффекты. Это результат сложнейших математических операций, с помощью которых удалось получить этот реальный звук черной дыры. Но давайте все-таки покинем эти черные дыры и вернемся на нашу милую и уютную землю. И поговорим о прорывах в области науки. Именно Петербург ведь становился родиной нобелевских лауреатов. Павлов, Алферов, Бродский. А что сейчас? Что сейчас делают будущие нобелевские лауреаты на берегах Невы? А они, эти будущие нобелевские лауреаты, наверняка есть. Они просто об этом пока не знают. Чем они занимаются сейчас? Когда они изобретут телефон, который заряжается от тепла ладони? Или найдут эффективное лекарство против рака? Антон Цуман продолжит тему. С Петербург и Нобелевская премия связаны не только именами лауреатов, но еще и тем, что семья основателей этой премии Альфреда Нобеля жила вон там, в особняке на Пироговской набережной. Да, лауреаты уже объявлены в Стокгольме. Но если бы у Петербурга была своя нобелевка, то и кандидаты, соответственно, были бы свои. А какие? Вот чтобы это узнать, начнем путешествие по петербургским лабораториям по переднему краю нашей науки. Под шум насосов в этой лаборатории Петербургского политеха запускается сложный агрегат, который имеет заумное название «Установка вакуумного магнетронного напыления». Руководитель этого научно-технологического центра Ольга Квашенкина объясняет, там, за толстыми слоями стекла и металла, в вакууме, все они разогретой плазмы, рождается материал, которого до сегодняшнего момента не существовало в природе. В него установлена металлическая мишень, вокруг этой мишени создается магнитное поле, атом аргона с ускорением ударяется о мишень и выбивает атом металла. И они, получается, оседают? Мишень летит, и он оседает сверху. Вот сверху подложка, вот здесь вот на таком уровне установлена подложка. Да, понять, что происходит внутри, сложно. Подберем аналогию. Например, как буквально кирпичик к кирпичику собираются стены дома, так же и в этой установке атом за атомом, слой за слоем собирается материал, свойства которого уже рассчитаны, известны и, как здесь говорят, запрограммированы. Вот пример того, что получается на выходе. Умная фольга, которая, если подвести к ней электрический заряд, ярко вспыхивает, выделяя большое количество тепла. А это способ ее использования, который уже успешно применяется не только в России, но и за рубежом. Есть подложка, есть электронный компонент. Задача их соединить. За доли секунды, очень быстро, без перегрева, произошло крепление одного элемента к другому. Это же намертво. Ну, это пайка. Это стандартная пайка, только сделана с помощью вот фольги, с помощью источника 9 вольт, буквально батарейки кроны, искрового разряда. Все. Сотрудники центра себя так и называют – архитекторы материалов. Хотя основа метода, разработанной еще в 80-х, уже сегодня ясна. Именно материалы с заданными свойствами – основа промышленности будущего. Будущее электроники мировой именно за технологиями применения наноструктур. Потому что такие технологии на уровне атомов дешевле, проще. Они позволяют сделать элементы очень малогабаритными. То есть сделать электронику меньше, легче, сделать ее гибкой. То самое направление flexible electronics. Физико-технический институт имени ИОВ. Во стенах этого кабинета и работал нобелевский лауреат Жарес Иванович Алферов. Сегодня здесь музей. Работа, за которую Алферов получил Нобелевку, называется «Развитие полупроводниковых гетероструктур в оптоэлектронике». За этой сухой научной фразой скрывается настоящая технологическая революция. Начиная от появления простейших лазерных указок, кстати, вот она в руках у Жареса Ивановича, до всей техники, на которую мы снимаем этот репортаж. И осветительные приборы со светодиодами, и камера, ну и заканчивая мониторами, по которым вы этот репортаж смотрите. В Алферовской альмаматор Ленинградском электротехническом институте ЛЭТИ его научные наследия развивают и выводят на новый уровень. Пример — лаборатория магноники и радиофотоники. Вот это устройство на экране микроскопа — кольцевой резонатор. Важнейший элемент современных систем связи. А ведь ещё недавно он мог занимать целую плату. И это лишь один из примеров технологии миниатюризации, которая может через полвека изменить наш мир. Она позволит создать новую компонентную базу, ну, в первую очередь, для всяких смарт-систем, систем типа «Умный дом», «Интернет вещей», когда нам нужно передавать большой объём информации между отдельными устройствами, передавать с большой скоростью, зачастую даже без участия в этом обмене человека, без анализа человеком данных. А уже этажом ниже в лаборатории гибкой печатной электроники готовые прототипы — элементы того самого мира будущего. Фактически микрокомпьютер в пределах одной платы, который можно сгибать в любом направлении и ставить куда угодно, вплоть до потребительской упаковки. Такая вещь используется, ну, первое, это умная нательная электроника, это умная упаковка. Вот один из примеров вы здесь можете видеть. То есть тот товар, который может быть помещен внутрь, он оборачивается в такую упаковку, которая представляет следующие возможности для пользователя. Это логистический треггинг, это соблюдение холодовой цепи, это соблюдение режимов хранения, и всё это происходит автоматически посредством подключения к сети интернет и уже хранения в облаке. И вот упаковка пакета молока сообщит, когда его нельзя будет пить. Или во время футбольного матча можно будет следить не только за точностью удара игрока, но и за изменением его пульса в режиме онлайн. В общем, целый мир, один сплошной компьютер. С первого взгляда обычная университетская химическая лаборатория. Молодые люди в белых халатах, склянки, реактивы. Только в этом научном центре университета ИЗМО химия тесно сплелась с информатикой. Казалось бы, разные дисциплины, но возможности эта связь открывает безграничные. Это гидроксиапатит, именно вот этот вот слой беленький, это само кольцо. А между ними у нас агар. Это как искусственная кость, вот, аналог кости человека. И мы их выращиваем в пробирках, добавляем туда разные вещества, типа антибиотиков, кислот, красителей разных. То есть вот оно, первые шаги в технологии органов пробирки. А это сбор данных о кавитации, поведению пузырьков в жидкости. Такие пузырьки скоро смогут удалять раковые опухоли, взрывая их изнутри. А этот прибор буквально на стыке химии и электроники. Компьютер может обработать данные, например, о составе крови. Но как эти данные в него загрузить, уже задача химика. Выдаётся напряжение, и, соответственно, в зависимости от того, куда мы поместили, на какой биологический аналит, это напряжение изменяется и меряется ответ. Оно анализируется и выдаётся что-то наподобие вот такого вот графика. Этот график анализируется методами машинного обучения и выдаётся ответ человеку, собственно, сколько у него конкретного элемента. Ну, в данном случае я делаю нацинк. Руководитель лаборатории Екатерина Скорб поясняет. Время, когда открытия делались в отдельных дисциплинах, прошло. Научный фронт сейчас именно на стыке всех направлений. Химии, физики, электроники. Например, достижение в инфохимии – прямой путь к революции в медицине, когда точный диагноз можно будет поставить всего за несколько секунд. Если сегодня используемые там тест-полоски, вы можете отдать проанализировать точно на масс-спектрометре, но это дорого, это занимает много времени. Мы делаем этот анализ портативным. И в отличие от используемых тест-полосок, электрохимия даёт нам возможность уйти не точно в качественный, но и в количественный анализ. Вот мир, в котором мы живём сейчас. А это мир, в котором мы окажемся в ближайшем будущем благодаря этим новым технологиям. Например, телефон с термоэлектрическими генераторами, собранными по заданным свойствам, позволит заряжать его от тепла руки. Компьютеры будут практически везде, начиная от простейшей бытовой техники и заканчивая нашей одеждой, которая в реальном времени будет собирать данные о нашем здоровье и передавать их по высокотехнологичным каналам связи с огромной скоростью. Да, это пока лишь фантазии на тему. Но Нобелевскую премию присуждают именно за сбывшиеся мечты, то, что изменило жизнь человечества в лучшую сторону. Всё строго по завещанию Нобеля. Жарес Алфёров получил Нобелевку спустя 30 лет после своего открытия. Так что, возможно, будущие лауреаты Нобелевской премии сейчас трудятся в наших петербургских лабораториях. Надо лишь дождаться, пока их достижения изменят мир к лучшему. Ну а теперь от науки идём к политике. Тем более, что на этой неделе произошло очень важное событие в жизни политического Петербурга. В законодательном собрании согласовали предложенную губернатором Петербурга кандидатуру на должность вице-губернатора города. Имя его Максим Мейксин. Депутаты проголосовали за него следующим образом. За 43 голоса, против 2 воздержались 0. По результатам голосования, законодательное собрание Санкт-Петербурга даёт согласие на назначение Мейксина Максима Семёновича на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Максим Семёнович, поздравляем вас. И таким образом на политическом ландшафте Петербурга появляется новая очень сильная фигура. Вице-губернатор Максим Мейксин. В его компетенцию будут входить вопросы внутренней политики. Это молодёжная политика, межнациональные отношения, работа с муниципальными органами власти, медианаправления, то есть вопросы информационной политики, очень ответственный и сложный участок у нового вице-губернатора. А кто такой Максим Мейксин? Родился в Ленинграде. Дед его, кстати, воевал на Ленинградском фронте. Начинал Максим Мейксин свой трудовой путь учеником наладчика полиграфического оборудования на фабрике «Светоч». Имеет два высших образования, кандидат экономических наук. В прошлом возглавлял Комитет по промышленной политике. И до сегодняшнего дня руководил одним из самых сложных и важных районов города, центральным районам. А что он сделал на этом посту и что хочет сделать на новом для себя поприще? Давайте поедем в администрацию центрального района и познакомимся с новым вице-губернатором чуть поближе. Мотор. Так, Максим Семенович, а вы уже тут начали собирать вещи? Можно бы тут немножко у вас тут похозяйничать? Сейчас, конечно, я уже собираю вещи, готовлюсь к переезду. И, с одной стороны, это грустно, потому что, на самом деле, это такой этап жизни, очень для меня важный. С другой стороны, есть новые задачи, которые поставил губернатор, и которые нужно решать, поэтому сейчас вот как раз мне приносит еще успеть подписать документы до понедельника. Я пока еще исполняю обязанности главы администрации. Моя задача аккуратно передать исполняющим обязанности, чтобы все это продолжилось и район дальше функционировал. В Петербурге 18 районов. У вас, мне кажется, сердце Петербурга. И вот мне интересно, а что это такое? Вот расскажите, быть главой района, который является сердцем Петербурга. Особая ответственность. Из 3,5 тысяч городских мероприятий, 3 тысячи проходят в Центральном районе. Это действительно очень старый жилой фонд, который требует постоянного внимания. Это очень плотная застройка. У нас 80% зданий – это исторические здания. И, конечно, это требует очень серьезного внимания. 2 миллиона транзит ежедневный через Центральный район. 2 миллиона человек в день – это транзит, который идет через Центральный район каждый день. Это люди, которые приезжают на работу, уезжают на работу, туристы. Это, на самом деле, очень большой объем. Практически после моего назначения мне в руки попал проект одной из площадок. Это такой сквер на Кирочной, 55, где планировалось сделать определенное благоустройство. И со сносом спортивной площадки действующей, потому что по нормативам спортивную площадку было не построить, но пошли по самому простому пути, ее решили убрать. Когда мы начали общаться с жителями, мы выяснили, что они категорически не хотят, во-первых, чтобы убирали спортивную площадку, во-вторых, они не хотят большого количества скамеек. Мы сделали новый проект в следующем году, и эта площадка будет реализована. Важно, чтобы люди получали то, что они хотят, а не то, что за них придумали. Может быть, не всегда правильно придумали, на месте всегда людям виднее. Вот это ключевая, мне кажется, проблема на нашей власти, когда мы не слышим людей. Умение слышать людей – вот что, мне кажется, самое важное. Это важно в любой работе, работать в интересах людей и для людей. Тогда, в общем, все должно получиться. Скажите, а вот этот принцип открытости, публичности, стирания границы, стены между гражданами и властью, вы будете на новом посту применять? Насколько для вас это важно? Очень важно слышать, очень важно слушать, нужно общаться с людьми, потому что, когда кто-то придумывает, что людям нужно, не всегда это правильно. За что вы, скажем так, если не гордитесь, то точно испытываете чувство удовлетворения? Фуф, я вот это сделал. Центральный район действительно родной и любимый. У меня родители живут в Центральном районе. Родители у меня самые такие строгие жители района. Сынок, ты там что-то не доглядел. Которые говорят, смотри, у нас тут снег не убрали, у нас там еще что-то не сделали. Там, посмотри, вот тут плохо чего-то. И это, конечно, такой самый взыскательный, так сказать, здесь жители района. Родители сказали, надо дизайн. Но они очень много любят гулять именно по городу, по району. И, на самом деле, такие добровольные помощники на тему того, что нужно сделать, что они увидели не так. Мой дед до войны и после войны потом уже жил в Центральном районе. Родители в Центральном. Тогда это был Дзержинский, сейчас это Центральный район. Он жил на Фруштадской, ушел защищать наш город в 1941 году в первый день войны. И потом вернулся в свой родной город уже после того, как закончил военную службу. Для меня, на самом деле, самой большой наградой в детстве было разглядывать китель деда. И самым дорогим подарком были хромовые сапоги, которые дед мне подарил. Я их сносил до дыр. Действительно, родная территория, она очень близкая. Каждый дом – это отдельная история. У нас есть такая традиция, мы приезжаем поздравлять жителей района, которым 100 лет, 90 лет. Каждый раз это очень интересная такая маленькая история большого города. Когда человек показывает, вы знаете, вот в этом окне у нас сидел пулеметчик во время блокады. Там ждали, когда будет оборона города. А вот здесь, смотрите, там осколок на старом серванте. Живая история, которая на самом деле помнит каждый дом. Из достижений нам мы реализовали, мне кажется, один из очень важных для города проектов. Это проект «Открытый район». Я обратился к Александру Витальевичу с идеей о том, чтобы перевести администрацию в новый формат работы. Для того, чтобы поменять вообще принцип работы администрации, принцип работы с жителями. И нам удалось это сделать. Поясните, что такое «Открытый район»? Вот я, житель района, пришел к вам. Сотрудник охраны померит температуру, и вы можете пройти уже в Центр услуг. С каким-то вопросом. С каким-то вопросом. Я прохожу. Ну вот, на самом деле, до того, как это появилось, самые востребованные как раз были сотрудники охраны, которые являлись справочными. И они отвечали всем на вопросы, куда идти, что делать. Это было очень неудобно. Так, вот, допустим, я, какой-то у меня вопрос связанный, ну, что-то там, давайте, жилищный, да? Ну, соцзащита, самый востребованный. Так, где у нас жилищный, здравоохранение, молодежь. Вот, капитальный ремонт, много платим, нажимаем, потому что получается. Возьмите ваш талон. Вы получаете талон. Так, и? Этот терминал сейчас отправил соответствующее смс-сообщение сотруднику, который закреплен за конкретной услугой. И у него 10 минут на то, чтобы прийти и вас принять. Мы сделали отдельные кабины. Если, скажем, будет необходимо с персональными данными работать или с какими-то, скажем, конфиденциальными данными, то прием будет учлен не в окне, а в соответствующем кабинете. Ну, невероятно. Допустим, вот у меня вопрос. Я прихожу, я никуда-то не пришу, я не звоню, я не стою в очередях. Самое главное, вы не ищете того, кто решает ваш вопрос. Это буквально в смысле, действительно, власть на расстоянии вытянутой руки. Очень важно было, на самом деле, чтобы наши сотрудники еще очень внимательно усвоили вот эту вот миссию администрации. Мы даже миссию определили. Во, как у вас. Не просто администрация, а миссию администрации. Мы чтим нашу историю, создавая будущее сегодня, делаем все для процветания родного района, города, служим во благо жителей. Вот служим во благо жителей. А по крупным буквам прочитайте. Мы для жителей. Это хэштег такой. Мы для жителей. Клиент С16. У вас не прошло двух минут, вас уже вызывают. Все, я пошел. Клиент С16, да. Подходим. Какая? Четвертая, четвертая. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, что мы вас потревожили. Мы просто проводили такой, ну как это, журналистский эксперимент. Если бы я действительно нуждался в этой помощи, вы бы мне оказали, пояснили, рассказали. Все понятно. Спасибо вам большое. Еще раз извините за беспокойство. Спасибо. Я обратил внимание, Максим Семенович, что у вас действительно порядок на столе. Очевидно, у вас большинство и документов, и рабочих бумаг, они все вот здесь. Вы вообще человек компьютера, человек интернета. Знаете, впечатление моего прихода в первый день сюда на работу. Я пришел, вот здесь на столе лежал такого от третьего формата листочек с графиком. Задал вопрос помощнику. Говорю, скажите, а что это такое? Он мне говорит, вы знаете, это ваш график. Я говорю, а как он дополняется? Ну, говорит, я забегаю, записываю, значит, и, соответственно, вот этот график вот так. Вы знаете, это уже очень неудобно. Да, но так вот здесь заведено. Потом я выяснил, что здесь не было электронного документа оборота. И это позже для меня было шоком. Через несколько дней у меня появился электронный календарь, сетевой, причем, который видят мои заместители, сотрудники. Все сразу же, да. Чтобы они понимали, какие графики, чтобы они могли ставить какие-то мероприятия. Через какое-то время здесь появилась система электронного документа оборота. Я постарался сделать так, чтобы максимально была цифровизация именно системы управления, цифровизация системы работы администрации. Я считаю, что за этим будущее именно с точки зрения системы управления территорией, с точки зрения, скажем, наведения порядка, конечно, это очень важно. Насколько, на ваш взгляд, информация как фактор, как явление, как одна из неотъемлемых и составных частей нашей современной жизни будет играть роль в дальнейшей, скажем так, системе управления того же города? Конечно, получение достоверной информации, чтобы четко на нее реагировать, чтобы понимать именно, что нужно сделать, отбросив вот эту всю шелуху именно эмоциональную, это, конечно, очень важно. Когда вы узнали о том, что все, законодательное собрание утвердило вашу кандидатуру в должности вице-губернатора, вот первые чувства, первые эмоции? После предложения губернатора. Предложение сделал губернатор? Конечно. Конечно, это очень большая ответственность, это понимание того, что это действительно очень большой, очень важный для города блок. А вы думаете, там легче будет тоже с вице-губернатора? Там будет гораздо сложнее, гораздо сложнее, но по-другому. А если вот одной фразой, одним предложением сформулировать, вот вы работаете на госслужбе, для чего? Вот что вы хотите? Вот ваша цель, там, не знаю, миссия, если можно так сказать, вот зачем, зачем, что вы хотите? Очень хочу, чтобы мои дети жили в хорошем городе, в хорошей великой стране. И для того, чтобы это произошло, каждый из нас должен заниматься качественно, хорошо своей работой. Независимо от того, госслужащий, журналист, рабочий, водитель. И вот мне кажется, что если каждый это будет делать, мы действительно будем жить в процветающем городе, в процветающей стране. И я желаю вам удачи на этом вашем новом посту. Спасибо большое, Ваше Алексею Дубровскому, за интересный интервью. Спасибо. Ну и в заключении наша рубрика «Кино и песни Ленинграда». Ее мы посвящаем одной очень знаменательной дате. 17 октября – День работников дорожного хозяйства. День всех тех, для кого дороги – это не только судьба, но и профессия. Они их строят, ремонтируют, меняют, прокладывают. Но это и наш с вами праздник. И не только потому, что все мы ездим по этим дорогам. Ведь в широком смысле вся наша жизнь – это одна большая дорога. И главная задача в этой жизни для каждого из нас и заключается в том, чтобы выбрать правильную дорогу. Свою дорогу. Помните, как писал О'Генри? «Неважно, какие дороги мы выбираем, важно, что внутри нас заставляет в нашем сердце выбирать ту или иную дорогу». Поэтому накануне Дня работников дорожного хозяйства мы и им, работникам дорожного хозяйства, и себе желаем только одного – всегда выбирать правильный путь, чтобы каждый из нас, идя по жизни, мог сказать себе «Это моя дорога, а значит вперед, а значит мотор!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час. Надеемся, что после нашей программы вы почувствуете себя чуть более осведомленными петербуржцами. Ну а мы вернемся в эту студию ровно через неделю, чтобы вновь и вновь сказать вам «Это ваши права!» Видите знать, чем живет великий город, наш должен дать вам его. Я Юрий Зичук, всего доброго и хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok